Тема защиты от коронавируса и его последствий остается одной из главных. Сегодня целый ряд предложений обсудили на оперативном совещании в городской администрации. На муниципальном уровне предлагается ряд мер по поддержке бизнеса. В частности, отсрочку имущественных и арендных платежей. Кроме того, аренду помещений в самарском бизнес-инкубаторе сделают бесплатной. Оборудованные площади еще есть. Предприниматели приглашают до конца года занять их. Также предполагается снижение коэффициента К2, единого налога на вмененный доход. Чтобы воспользоваться этими мерами поддержки, необходимо обратиться в городской департамент экономического развития, инвестиций и торговли. Для тех предприятий, которые наиболее сильно пострадали на сохранение рабочих местах, в бюджете города предусмотрено 20 миллионов рублей на грантовую поддержку, получить которую можно безвозмездно на конкурсной основе. Грантовая поддержка предусматривает безвозмездное предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства грантов до 200 тысяч рублей на заработную плату для тех предприятий, которые сохранили штатную численность не менее 90% людей. Власти Самары усилят работу по выявлению нарушителей режима повышенной готовности. Правила предписывают сохранять самоизоляцию и социальное дистанцирование. Это имеет силу закона, следить за его исполнением обязанностей полицейских. На уровне местного самоуправления составить протокол могут руководители управления гражданской защиты и профессиональных аварийно-спасательных служб. В ближайшее время работа будет усилена. За нарушение закона введен довольно большой штраф. Ответственность, которую установил закон за несоблюдение этих обязательных правил, весьма серьезная. В частности, для граждан это либо предупреждение, либо штраф от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. На должностных лиц штраф от 10 тысяч до 50 тысяч. Для предпринимателя это штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. А на юридических лиц нижний размер штрафа составляет от 100 тысяч. Верхний размер до 300 тысяч рублей. Повторное совершение данного правонарушения влечет уже усиленную ответственность. В частности, для предпринимателей, юридических лиц это штрафы от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Или административное представление деятельности на срок до 90 суток. Главам районов поручено усилить работу по выявлению нарушений. Олег Зверев, Василий Калдашев, Константин Главин. События. Олег Зверев, Константин Главин.